Время 7 утра. Всем доброе утро. Стёпка, скажи, всем доброе утро. У Стёпки появился столик вот такой вот. Он теперь здесь командует и даже кушает. Мы ему ложим всякие кусочки, он их берёт и кушает. Да, актёр? Доброе утречко. Доброе утречко. И у нас аргентинский завтра. Опачки. Овсяночка с бананчиком. Кашка, да. И яички. Ну, Катя кофе пьёт. А я не пью. Вот в чём худеем. Убираем самсу. Убираем самсу, чтобы потом опять её съесть. И идём на пляж. Мы идём на... Надо подзагорать, да. Мы просидели дома, потому что мы сгорели. Вы видели в прошлом ролике, какие мы красные были? Так что всё. Всем приятного завтрака. Стёпка. Это он вот так играет. Только что игрушкой белый. Ну, чё ты там? Нормально всё уйти? Богатырь. Вы писали? Я выполнил. Панамка на голове. Время 8 утра. Спустя полтора часа. Мы вышли наконец-то. А где твой головной убор? У меня его нет. Почему? Потому. Жалко. А все писали без головного убора, чтобы мы вас на видео больше не видели. Значит, это купить. А, ну, в принципе, у тебя можно без головного убора походить. Ну, как-то непривычно идти на пляж. Столь ранний час и ещё зябко. Ой, что-то прохладненько. Но ребёнок меняет всё. Ага. Ну, потому что мы бы обычно, если бы мы были вдвоём, мы бы пошли в самый солнцепёк, сидели бы, жарились там. Как колбаски грели. Сейчас я покажу вам. У Степана головной убор есть. Сегодня тут собрались дети. Куча детей. Тут анимация какая. Да, анимация. Возможно, у кого-то день рождения. Классно, да? Ты бы Стёпу туда отвела? Да, конечно. Я тоже бы в человека-паука нарядила, какого-нибудь Батюса. Ну, да. Интересно, клаву тебе понравится? Ребят, мы, в общем, подходим к океану. Вот там вот океан. И сегодня волны какие-то сумасшедшие. Вы не представляете, там прям вот так. Сегодня знаешь, что за день? Чего сегодня? Сегодня день серфера. Они все в восторге от вас. А, наверное, да. Сейчас подойдём поближе и покажем. Прям очень большим. Реально, ты посмотри, это жесть. Нифига ты интригу вносишь. Я такого ещё не видела никогда. Катюха попросила её не снимать, потому что она в купальнике. Не надо тебя снимать? Не надо, говорит. В общем, посмотрите, какие сегодня волны сумасшедшие. Охренеть. Там все серферы по очереди. Много голов видно? Да, ждут волну. Это какой-то кошмар, как это круто. Вообще. Ну, в такое даже страшно купаться идти. Никто не купается. Никто. Ну, нет. Нет, это серферы. Серферы, это все серферы. Нифига волной. О, он стал. О, я это... Вон, ещё серфер. Вау, нормально. Все ровят волну. Да, клёво. Ух ты. Вообще. Они так клёво катаются вообще. Я бы тоже покаталась на ней уме. Блин, они хрена. Слышишь? Это бы поближе, да, снять. Вон опять. Они все, короче, там уж шнуруют. Блин, надо было туда, Катюха, идти. Охренеть. Это у профессионалов. Есть такой парадокс, когда на улице плюс 30, Катя сидит в футболке, а когда на улице плюс 17, она сидит в купальнике, а я в футболке, потому что реально ветер пробирающий. Мне не очень холодно, но мне... Ветер пробирающий. Мы вдвоём болтаем. Почему? Мне очень холодно, надо загорать. Чего, мы вдвоём болтаем? Да. Это как? Вместе разговаривали сейчас. А-а-а. Ну, мы сегодня припопали на что-то очень интересное. Клёво, да? Посмотрите просто на какие эти волны. А пляж, если что, пустой. На ближу нет никого. Почти. Ну, чуть-чуть людей. А некоторые люди там просто приходят посмотреть на волны. Сидят, смотрят на волны. Вот. В основном только сёрферы, в общем. Вот такая история. Ну, за сёрферами можно наблюдать бесконечно. Рубрика называется «На загорались». Здрасте. Молодой человек проснулся. И как ты? А, ты уже сесть хочешь сразу же, да? Не успел глазки открыть, уже сесть хочет. Всё, Стёпа, отдохнули. Всё, называется, отдохнули. Пора нянчиться. Чё почитать? Спасибо и на этом. Спасибо и на этом. Чё это у тебя? Перс. Персик? Сладкий, сочный? Ну, идеально. Как говорится, хорошего понемножку. Мы с Катюхой вышли с пляжа. Вот она опять толкает коляску. Всё, позагорали. Долго не загорали, потому что нельзя сгореть. Ну, надеемся, что не сгорели. Буквально, сколько мы были, Катюха? Ну, часик точно. Час. Прямо ровно? Ну, я не знаю, ты говоришь, час. Дай-ка Степана покажу. Степан, улыбнись. Скажи, всё, я тоже позагорал. Мне тоже всё хорошо. Всё, давай. И, кстати, мы сегодня пойдём, знаете куда? На морских котиков. Всё, сейчас мы домой придём, немножко посмотрим по погоде. Если солнцепёка не будет, то пойдём. Если будет, то пойдём вечером. В часика в четыре. Да, Кат? Котиком уже давно хочется. Хочется котиком? Да. А что вообще там? Я не знаю просто. Просто морские котики. И всё? Да, где-то в порту в каком-то. А, да? Я не знаю. Ну, ладно. Ещё и в порт пойдём. Ладно. Так что не переключайтесь. Будет интересно. Будет порт. Будут котики. Ты всё, поехала? Куда? Сейчас выйдем, расскажем. Сейчас выйдем, расскажем, куда мы пойдём. Ну, вы уже знаете. Мы с Катюхой вышли. Идти нам пять километров в час. Как обычно. Мы такое любим. Любим. В итоге мы вышли во сколько? В полтретьего. Нормально. Тучи появились. Так, а если дождь пойдёт, а мы гуляем. Тут такие красивые. О, контент подъехал. Ага, и Стёпа подъехал. И Стёпка. Но у него не промокает. А по прогнозу не написано? Не написано. По прогнозу вообще солнце светит. Да. Пойдёмте вместе с нами. Только вы на диване, а мы пешком. Ха, классно. Я не знаю, видно или нет, но вид открывается потрясающий. Вообще потрясающий. Обалдеть. Вот это красота. И, кстати, пляж пустой. Вообще никого нет. Пустота. Смотри, как красиво. Это серферы. Офигеть. Вот это картинка. А вот там, если видно, там просто куча серферов катаются. А они что делают? Ловят волну. А ты поймала свою волну? Да? Какую? Музыка. Весёлая. Музыка. 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 и вот тут есть на возле пляжа получается вот такая парковка и все вот эти вот парковочные места вот сделаны получается под навесом бамбука сделаны из бамбука катюхе очень понравилось это новшество да но не все парковочные места из бамбука вот там вот например уже как каким-то полотном накрыты то есть вот тут уже нет бамбука вот там пальмы конечно очень красивая если видно а их по-любому видно короткая посредние две длинные рядом прямо красиво такой мини тропический лес да остался зеленый пакет кать видишь здесь в зеленые пакеты надо выкидывать пластик и стекло бутылки и пластик и стекло а в черное все остальное здесь это строго очень очень строго нас наругали мы кидали все в черный нас мусорщики наругали что мы кидаем все в черный вот потому что он говорит что там стекло она бьется и можно порезаться ну и как раз у него кстати была пятка в крови я не шучу реально сейчас мы проходим вот тут вот парк я не знаю как он называется он начинает работать нам говорила наша соседка что он начинает работать в 6 вечера и тут начинаются все гореть огнями там дети играть там еду продают все кушают пьют веселятся в общем на обратном пути если не будет ни дождя ничего то мы зайдем в этот парк и посмотрим что там и как там так что не переключайтесь чтоб узнать дойдем до этого парка или нет чё там комната страха ну кстати в тажгенде тоже была комната страха помнишь как он нас заманивал заходить а самбо но не очень страшно ты со стёпой на карусели страшнее кататься также можно тут позаниматься спортом и немножечко скинуть пару лишних килограмм вот на этой вот чудесной спортивной площадке я еле катю оттуда вырвал ты вчера филы я вода катюха говорила что это лебеди их кормят здесь я не знаю чем ходил кормят ребят если вы знаете кто это напишите в комментариях мне кажется что это гуси либо гуси кстати в это один серый друг и белый блин прикольно их очень много а там утки а это там точно утки а это наверно гуси они могут так атаковать а тем временем мы прошли полпути и нам осталось сети два с половиной километра если нас ведет навигатор правильно то нам надо заходить вот в эту арку ну показывает сюда нам показывают вот туда а здесь смотрите есть что-то там натурал сейчас мы быстренько это все дело переведем чтобы было понятно и нам и вам катя горит экологический парк ладно спорить не буду может быть она и права пойдем туда так переводим это в общем заповедник мардельплата погнали мы сейчас заходим знаете куда в заповедник мардельплата идем по деревянному мосту охотиться нельзя рыбу ловить нельзя а реально собакой можно хак вас это бесплатно ладно давайте смотреть что тут есть сейчас мы вышли на тропу катюха осталась там потому что гриви я не пойду гулять по лесу сейчас посмотрим что тут то здесь жутко здесь под травы много а как правило в траве водится самая хреновая а реально в лес ну один я точно не пойду мы все так же идем по вот этому деревянному мосту и мы еще не встретили ни леопарда не тигра не рыся если они конечно здесь водятся вам у тоже не встретили пони а может это как раз котиком и пройти дорога она вся вот такая деревянная будет я тоже буду в шоке сна будет деревянная ладно идем посмотрим а там опять пролетает реклама я не знаю как этот самолет называется но знают как он называется катюха как этот самолет называется я не знаю но катюха горит кукурузник уже мы зашли в порт и мы идем порту и вот ребята видите зеленый мешок и черный мешок правда там бутылок нет но факт в том что в зеленом должен быть пластик заканчивается деревянный мост мы с катюхой пришли в порт там куча кораблей там где-то стоит наша яхта во сне ну могла бы стоять наша яхта до такой океан можно на яхте не перевернется ну и наверное можно а чё на досках если плавают сильно думать да можно можно конечно можно чего нельзя мне кажется здесь много людей яхты имеют здесь но сейчас увидим мы же в порту да и нам идти куда-то вот куда вот я так понимаю куча людей идет тоже туда же куда и мы морских и львов котят ладно посмотрим кто там львы или котики все увидим стоит охрана и открывается вот вид на океан давай посмотрим что здесь о корабли как же я обожаю корабли это короче рыболовные корабли я могу сказать сразу же сто процентов это рыболовные корабли рыболовные корабли естественно ой ты умная какая сразу видно жена моряка где у реально сладости продают когда ты такая внимательна по сладости я не могу никогда но наконец-то что-то интересное здесь я не знаю мне сейчас было его папу с удочкой он был того что точно поймал ну чё-то реально народу за очень много идет стат прям очень много народу вообще идет от километра либо здесь какой-то открывается оба степка кашляет степан просыпается молодой человек проснулся и спокойно степан здравствуйте сразу за 3 актер смотри сразу же такой живтик а там пройти хотят вот это называется сухой док и он бывает еще стоит в океане его то есть в море в океане его вроде как буксируют и там вот бог его заезжают корабли и ремонтируют их там еще один есть только на нем уже установлены краны и он в три раза больше да ну народу здесь просто километр она это просто как будто бы танкер обычный если я не ошибаюсь не называется вам базан написано да но как бы я думал что если корабли знаю как называется он еще видишь не особо загружен то есть у него еще ватерлиния видишь он не просел вот когда он просядет тогда вот да конечно да ну вот видишь там метры он еще вообще пустой обоих загружать до такого что вот это красная на прям в воде находится вот видишь по линии нельзя нельзя все красная и . и все наконец это котю хочу дошли как ну-ка давай сюда зайдем чтобы показать так здесь катюха нет котиков я не вижу где они говоришь а там по хочу это за шкура катюха прикинь это думаешь мертвый котик ребята это походу мертвый котик вот кости кожа охренеть значит раз-два-три вот они вот этот вот лежит балдеет видела гать смотри какой тюлень а вон они все тут а почему они сюда вообще всплывают вы живу именно здесь думаешь а вон вон там плывут смотри 2 они то есть ну типа этот они волчатся не обременены сады играются они получатся не обременены если захотел могу плыл захотел приплыл здесь не воняет потому что я читала что типа если вы готовы какому-то ужасному запаху здесь будет вонять но это круто не воняет вообще ничем хотя я тут еще нюхать я нюхаю все где он на грызутся че-то я не так играются о коптит катюха видела как капли маленький уже коптит а еще я купила чур а вкусные они недорогие здесь а как на вкус вкусненько другой ракурс кажется что туман но нет это коптит вот тот корабль как чешется она как деловой чешется блин прикольно о крыса ничего пятюха видела там крыса пару слов о кроссовках кроссовки отходили я теперь хожу просто в отличных кроссовках сейчас я вам покажу вот в таких вот кроссовках я хожу вот тут пяточка отошла вот тут а вот с этим все нормально один порванный другой целый вы думаете их выкину нет я куплю клей и заклею стёпа кушать хочет сейчас поешь здесь есть вот такой контейнер уже старый гнилой и там есть вот этот вот котик он катюху вообще напугал очень сильно она говорит я так испугалась а вот там на солнышке греются самые ленивые котики они просто спят они вообще живые катюх просто отдыхают ладно пойдем дальше степан у меня на брюхе ограждения все закончились можно уже подойти краю катя не разрешает потому что стёпа на руках здесь такой этот морской бриз прям в лицо бьют извиняюсь в лицо блю бьют капли вот этот вот молодой человек хочет вам передать привет сказать что просит подписывайтесь на канал и поставьте лайк если вам понравились котики вот это стеной находится стихия сейчас пойдем смотреть ох нифига ветер задувает она начинается с ветра и вот здесь о и ей ох нифига тут омывает реально клево то есть вода аж до сюда поднимается вот так вот вот так красота вот посмотрите вот так вот вот это вот статуя христа искупителя я так понимаю она как в рио-де-жанейро там стоит тоже так но статуя христа искупителя вот тут есть ступеньки и мы сейчас пойдем на них мы поднялись это смотровая площадка вообще ветрище сумасшедшие получше за три как волны бьют охренеть просто самые сумасшедшие самый смак да пойдем посмотрим что за смотровая площадочка катюха разрешишь подойти ну не они не так страшно вот такой вот здесь вид красота да люди спускаются рыбачат вот там вот все не парятся да а Субтитры подогнал «Симон» 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 сумму. Вот такой вот хот-дог. Когда я себе за 23 тысячи сумм покупал шавуху, и там, помнишь, сколько говядины было? Это дурдом. Это вообще... Нет, тут стоило. Нет, ну не, возможно есть, но вот здесь, где мы находимся, ну все просто космических денег стоит. Расскажи хоть как он на вкус. Сосиска хорошая. Пробуем золотой хот-дог. А было бы 3 канадских сосиски. Не трави душу. Ну такой нормальный. Здесь можно. Но не 2 бакса. Здесь, в общем, опять же, рыбные магазины. Магазин был с корейской едой, да? Вот так. Ну, слушайте, он так прорекламировал, мне аж захотелось зайти. Ты поняла, что он сказал? Да. Вот, вот. Что здесь все собирают? Мы с Катюхой думали, что здесь эти люди собрались. Зачем они тут все собрались? Ради чего они тут собрались? Мы не могли себе понять. Че ты? А тут опять котики. А тут опять котики. Давай, про... Можно подойду? Ну, постой, сначала я, потом ты. Нормально. А тут уже попахивает. Милашки. Они спят. Там плавают. Вот тут уже рыбкой попахивает. Здесь запах есть, даже я чувствую. Ты чего так воткнул от меня? Иди смотри. А я посмотрел, вон. Иди смотри. Ребят, а кто-нибудь знает, они опасны для жизни человека? Мне очень интересно. Просто они выглядят очень мило, очень лениво и очень безобидно. Катюха говорит, они типа тяжелые, они тебя задавят. Ну, как задавят? Я вот к тому подойду, вот так вот, вот так вот, обниму, скажу, да чего? И что? Как он меня задавит? Никак. А я его тоже уже люблю. Да? Вот этого полюбила. Почему вот именно этого? Милашка такая. Он реально в коте, по нему усики носит. Ну, пойдем пройдемся вдоль, посмотрим еще. А мы когда шли до этого, мы думали, что здесь концерт. Ну, я так думал. А здесь котики. А обманул. А кого обманул-то? А, ну, Катюху. И получается аудиторию тоже обманул. Катюха себе нашла этот плавательное средство. Пойду сплавляться. Пойдешь сплавляться? Ну, давай к степе цепляй и погнали. Ой, чашек. Вот сейчас я рад, что мы их посмотрели. Мне просто было ультраинтересно, почему там так народ скопился. Ну, нет, вообще, если честно, сегодня удивительный день, что мы пошли к этим котятам. Блин, я вообще... Ну, ну, и мы просто видели их сюда в зоопарке. Они лежат. А почему они... Ну, их же прикармливают явно. Они вот, и посмотри, жирные какие. Они отсюда не уходят. Нам туда же. Они кушают точно хорошо. Очень хорошо. Мне кажется, они кушают прям, ну, очень хорошо. Отлично. Ну, просто... Ну, отлично. Я уже думал, может, мне туда лечь, на пирс, может быть. Я тоже, ну, за тюленя сгожусь. Чисто, трутень. Откормят. Если вы помните, вот эти вот ворота, мы как раз в них заходили, а сейчас мы с них вышли. И идем вот сюда, вот, на тротуар. И... Это знаешь, что это? Что? Это как-то эко-парк был. А, эко-парк? Это эко-парк. А, ну, просто эко-парк. 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 Шесть километров до дому. Да шесть, какие шесть. Всего пять было. А, да? Дороги, наверное, четыре. Так, давай проверим. Давай проверим. А, не, вообще, три километра. Ну, до дому. До дому, до дому, до дому, до дому, три километра, а до парка, до которого мы сейчас идем, нам идти примерно там-парам-вам-вам. Да, километр. Все, пойдемте с нами. Посмотрим, что в этом парке. Что за вечеринки там. Да, что за вечеринки. И просто без задних ног пойдем домой. Спать. Да, спать. Отдыхать. Степан отдыхает. Ну, день сегодня очень насыщенный. На пляже были, в порту были, котиков смотрели. Христа посмотрели. Посмотрели, как океан бьет. Да, кстати, за звук, я не знаю, как там звук будет. Ну, ветер, потому что сама слышала. Проблема номер один. Вот это тот парк самый. Там очень громко играет музыка. у нас спит Степа. И Катя говорит, что мы разбудим Степу. Ну, когда мы тут будем в следующий раз? Вот слышите, как музыка бухает? Придем еще, чтобы он не спал. Ну, давай придем в следующий раз. И что-то точно попробуем. Сегодня мы точно пробовать, если ничего не будем. у нас нет. В смысле, покушать? Да. А, не, не, калории. Калории. Вот сюда на ужин. В вагончике. Да. Мы уже попробуем. Ладно, ребят. Увы? Они готовятся еще к выступлению. Еще готовятся, да. Надо, короче, идти к вечеру. Часов прям в семь. Как? Потому что, помните, я говорил, что здесь разгар начинается в шесть вечера, а время в семь. Вот они, наверное, к восьми, к закату, вечеринка, танцы, песни. Мохито, алкоголь, все, погнали. Эти развлечения, Стасик, не для нас, все. У нас? У нас вон там развлечения. Развлечения номер один, так что нам домой и на боковую. Ага, и на котиков в нем ходить. И на котиков смотреть. И то упрятать надо от солнца. Ладно, пойдем домой тогда. Музыка громко играет. Ребенка мне разбудишь. Друзья, все, мы пришли домой. Ультра уставшие, Катюха. Ну, у меня ножки болят. Это что? Да. Ну, нормально мы сегодня прошли. Километров 12. Да, больше, наверное. Конечно, из туда-обратно 10 и еще там. Вот там вот Степан играется. Он пришел сразу в игры. Сразу в игры. Ну, он выспался. А тут Арчи. Он встречает. Спасибо, что вы прогулялись с нами. Это было, надеюсь, вам интересно. Нам было очень интересно. Нам очень понравилось. Правда, ветер сумасшедший. Так что поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал. Всем до встречи. Пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok